Добрый день! Добрый день! Пока доктор Хейфикс не пришел, доктор Хейфикса нету, да? Остались последние минуты. Да, буквально. Мы хотим вам напомнить, что мы выходим также на радио 801. Вы можете слушать аудиоверсию нашей записи на радио 801. Да, на прекрасном радио 801. Теперь у вас есть такая возможность. Поэтому обращаемся к вам. Слушайте радио 801. А вон и Хейфикс идет. О, Нюра! Здравствуйте, товарищи. Добрый день, коллеги, друзья. Мы в мае. Москва майская. Я Москву майскую очень люблю. Я январскую тоже люблю. Да, да, да. Никого в Москве нету. Чуть-чуть прохладнее. Я начинаю Москву в это время любить. В это время годочное. Два раза в год в ее можно полюбить. Когда ходишь, получаешь удовольствие. Никто не путается под ногами, извиняюсь. И ты сам не путаешь никого под ногами. В метро просто настолько себя хорошо ощущают, что хочется в нем ездить. И спать. Да, и если бы не такой страшный шум все-таки от поездов, я бы предложил записывать подкаст там. Потому что только там красиво и приятно. Я думаю, что это не шум от поездов. То есть, обратите внимание, любовь к майской Москве, там ходит под землю. С одной стороны, она напрямую коррелирует с любовью к людям. Ну, это любовь к людям, она вообще не приходящая. Татьбах, это вы, как известно, пессимист, поэтому... Песси куда? Мист. Понятно. Причем в каждом мисте. Недалеко. Это по-украински. Пессимист. Шампузналы. Это скорее всего в другом языке. Да, хорошо. Итак, с праздником, во-первых. Да, да, да. С праздником. Это с майской весной. С майской весной. Да, это да. С девятым мая. С Днем Победы. Да, просто с мая. Да, просто с мая. Май вообще хорошая теница. Мне он нравится. Как раз уже почти начинает все расцветать, уже начинает все жить. Почки. Да. Грязи уже не так много. Почки печен, да, желчные пузыри и так далее. Это здорово. Желучная железа. Это у кого есть. У кого нету, тоже отсветает. Хорошо. А у некоторых даже сердце. Ты что сюда пришел вообще? А, что я сюда пришел? Ты патанатом что ли? Я люблю патанатом. Я люблю вскрывать. Я люблю вскрывать и препарировать. Так, вскрой тему. Вскрой тему. Собственно говоря, зачем мы здесь сегодня собрались? Как говорил один гнусный барт из Челябинска. Да, я знаю. Да, бор с ним. Хорошо. То есть, тема у нас очень такая, на самом деле, странная, невеселая. На днях, не так давно, да, ведь что-то бишь, наши доблестные законотворцы, наконец, уже приняли в третьем чтении проект нового, так сказать, взгляда на образование и медицину, по которому вроде бы остается, с одной стороны, у нас бесплатная медицина, бесплатное образование, но теперь оно остается в таком усеченном виде, когда, предположим, если мы говорим о школе, надо будет бесплатно, сможем получать бесплатно мы там несколько часов русского языка, несколько часов математики, несколько часов этого религиозного образования, забыл, как он называется, правильно. Основы, основы, какой-то там культуры. Да, 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 да. Что такое? Вот. А за все остальное надо платить. Ни одного иностранного языка сюда не входит, ни каких там типа географии, еще чего-то таких вот основных наук, то есть это не входит. То есть, мы получили традиционную российскую церковно-принятскую школу. Правильно. За все остальное должны платить, причем, в принципе, довольно-таки неплохо платить, в районе где-то получается от трех до шести тысяч в месяц рублей за среднего школьника. Маловато. Ну да, и начиная с декабря 2010 года по 2012 год все школы планомерно должны перевестись вот на эту систему образования. Соответственно, где-то к 2012 году эта вот система по всей России должна заработать. Это начиная с какого класса? Я так понимаю, с первого. Начальную школу не трогают? А начальная школа, в принципе, с церковной плитской состоит, там ничего особенного то и нет. Это начиная с класса пролетариата, Саша. И заканчивая несуществующим средним. Я хочу сказать сразу, что цель этого всего, видимо, сделать так, чтобы пролетариат навсегда оставался пролетариатным. Конечно. Чтобы у него не было никаких шансов стать ломоносцем. Совершенно верно. Тут есть уже такая тема. А зачем это? Тут есть такая тема. Очень многие эту тему обсуждали. То, что сейчас переходы из слоя в слой, из класса в класс будет более затрудненным как раз. Наоборот. Все будет очень легко и просто. Легко, ну как раз. Вы вообще ничего не понимаете. Ее вопрос не будет. Нет, вы вообще ничего не понимаете. Я просто удивляюсь, в какой степени вы ничего бы не понимаете. Законы Российской Федерации фиксируют давно устоявшееся положение вещей. Это касается всех законов Российской Федерации. Всех вообще. В том числе этот закон об образовании и медицине ничего нового не вводит. Он фиксирует давно устоявшуюся ситуацию. Все родители, всех детей, которые учатся во всех школах, платят деньги учителям. В завуалированной форме, не в завуалированной. В виде подарков к праздникам и дню рождения. В виде каких-то, не знаю, конвертов. В виде благотворительной помощи для школы. Покупка компьютеров, учебных пособий, оплата работы дополнительной уборщицы и оплата ремонта туалета. Нет ни единой школы вообще вот в Москве, где родители бы в той или иной форме не совали деньги учителям. Ну, это было всегда. А пометиться я вообще не говорю. Нет, это было всегда. Это было всегда. Да, но с другой стороны, большинство людей все-таки не суют в какой-то огромной форме, не суют в том виде, в котором не могут сунуть. Сейчас он обязан ссывать 3000 рублей, сколько он зарабатывает. Все, точка. Так что он в регионе зарабатывает, потому что 5000, он бизнесу должен дать запрос. Смотри, они посчитали среднюю цифру. Один человек не дает ничего, а другой дает 100 долларов в месяц или 200. В среднем получается 3000 рублей с человека. Вот и все. Ну, хорошо. Они вывели минимум. Ну, как теперь быть тем, кто действительно... Я, товарищ, я вам поражаюсь. Кого это волнует? Как быть теперь, Саша? Это что, законы для тебя принимаются, что ли? Ну, так вот, поэтому мы же собрались здесь, да? Так вы собрались. Чтобы оценить это. Так вот, надо сказать сразу, надо перестать танцевать вокруг да около. Сказать, на мой взгляд, надо две решающих вещи. Первое. Законы Российской Федерации фиксируют устоявшиеся положения вещей, обозначая статусство. Второе. Законы Российской Федерации не для граждан Российской Федерации принимаются. Не во имя их. Тут я хотел бы еще маленько по-другому сказать. Ну, а что? У нас, как известно, школа содержится на налоге, которые мы все платим. Ну, кто-то не платит, но большинство все-таки платят, так иначе. Там вычитаются зарплаты, вычитаются заходы, еще как-то. То есть, на сегодняшний день, как будет работать данный механизм? Потому что, смотрите, каждый человек платит некие налоги. Из этих налогов содержатся школа. Если школа сейчас начинает содержаться на прямом содержании, на прямом оплате, как будет с налогами, которые... Нет, ты не понял, Андрюш, я тебя уверяю, что ты не понял. Я думаю, что эти законы... Я их, так сказать, досконально не читал и не изучал, но я не думаю, что следствием этих законов будет являться снятие школ с государственной дотацией. Так в том-то и дело, что об этом много говорится. Это дополнительное, это официальное возложение части расходов на содержание школ на плечи родителей. Официально. Раньше это было неофициально, а теперь это будет официально. Ну, нам не хватает немножко информации, мы не знаем. Это само собой. Что тут знать? Ну, посмотри, ну вот раньше как было. Нет, государство, в том-то и дело, Юра, что я, зная наше государство, вполне допускаю, что таким образом оно хочет меньше финансировать. В том-то и дело, об этом очень много шло разговоров. И в этом, мне кажется, что именно это основная причина того, о чем нужно говорить. Это правильно. Что стоит за этим? Это совершенно верно. За желанием властей, чтобы подданные были менее и менее образованы. Это правильно, это правильно. Это как тенденция. Это верно. Теперь она обнаружена уже просто в открытом... Это 100%. Мне понравилось, на одном из интернет-ресурсов проводили аналогии. Дело в том, что платное образование в нашей стране уже вводили. Вводили его ни много ни мало перед Отечественной войной. То есть, как раз мы накануне 9 мая записываем. Да, мы накануне 9 мая записываем. Так получилось, что введение данного закона тоже получилось накануне майских праздников. Ну, так иначе пересечения какие-то забавные. То есть, в 1940 году вводилась вот эта оплата за образование, когда ввели за высшее, за среднетехническое и за вечернюю школу. Нужно было платить. Я сейчас не помню расценок, но довольно-таки неплохие, в принципе, деньги. Да, средне не тронули школу. Да, 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 средне не тронули школу. Сейчас тронули. Сейчас тронули. Ну, просто нет, аналогии-то проводились интересно, что тогда страна готовилась к войне. То есть, страна хорошо отдавала себе отчет, что вот-вот надо будет воевать. И страна развивала бесплатно, потому что ставили образование танковое, летное и все остальное, военное. Мы сейчас готовимся к войне. Вот, и очень интересная аналогия. Как раз, что не очень нужны были интеллигенты или какие-то образовательные, да? А очень нужны были военные и рабочие. То есть, рабочие, кто не заканчивает школу, идут прямо на завод. Ну, или там, грузчиком, или еще куда-то. Либо идет бесплатно в какое-нибудь училище военное. А сейчас нужны не солдаты, не военные, не летчики, а нужны сейчас офицеры и солдаты внутренних войск. Сейчас нужны полицейские силы. Короче, вот Саша совершенно прав. Когда Саша сказал, что государство хочет постепенно вообще переложить финансирование нашего образования и нашего лечения на наши же плечи, Саша совершенно правильно говорит. Просто это не делается сразу, это делается постепенно. И вот мы стали свидетелями этого первого шага. А в этом плане мне интересна еще другая параллельно развивающаяся вещь в образовании. Пока я все про образование, но там нет ближе. И там параллельный вещь заключается именно в введении. Очень долго тоже, как и вот этот законопроект очень давно обсуждался, муссировался и был принят, так и у законопроекта введение именно вот этого религиозного какого-то просветительского образования в школах. Причем довольно-таки активно водится. И я слушал выступления довольно-таки разных батюшек. По этому поводу они тоже не шли как-то этим довольны, собственно говоря, то, как это проводится. То есть им тоже идея-то это вроде бы нравится, но с другой стороны она не очень устраивается той формы, которая она делается. И по аналогии, скажем так, с этим, вот смотри, то, что я сказал, у нас упраздняется, значит, если у нас все это, так как сейчас вот третьем числе не приняли, не изменится, никак останется, у нас приводится, значит, как и сказал к аналогии к церковно-прикладской школе, то есть, опять же, сведение сюда вот этого закона Божьего, назовем его так, как раз получаются аналогии, это просто прямая. То есть у нас заменяются некие образовательные предметы на вот такие религиозно-политические. Это очень правильно. Я это поддерживаю всей душой. Я объясню твою позицию. Нынешней России и той России, которая, по моим представлениям, ждет нас в течение ближайших 50 лет, образованные люди противопоказаны. Нужны послушные, нужны напуганные, нужны забитые и нужны малознающие. Ну, под Россией ты понимаешь государство, власть? Нет. А кто? Россия это кто? Минуточку, минуточку. Что значит государство-власть? Наша власть, наше государство. Нас с неба не упало. Не упало. Не упало. Нашу власть мы радостно поддерживаем сами. Посмотри любые рейтинги. И нашим государством мы довольны и счастливы. Примерно 75% населения в той или иной форме одобряет и поддерживает все то, что происходит сегодня в России. Поэтому, когда я говорю Россия, я имею в виду власть, государство и радостно трепещущие перед ними народные массы в их огромном большинстве. Не нравится чемодан-вокзал Израиль. Все. Поэтому не надо. Не надо представлять нас несчастными овечками, которых режут безжалостно кремлевские волки. Ничего подобного. Ты знаешь, я не это не представляю. По той простой причине, что если бы на самом деле не устраивало людей то, что происходит, так иначе они бы... Да, все бы уже было по-другому. Естественно. 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 Люди нашли бы способ, мы не имеем в виду русский бунт, бессмысленный и беспощадный, боже упаси, но люди нашли бы способ сказать, эй, ты там наверху, как пела Алла Борисом, а 25 покоя нет. Нет, на самом деле уже где-то с пресловутого 96-го года периодически же раздавался голос народный именно о том, что нас задолбала демократия, мы хотим стабильности и порядка. Мы-то с тобой знаем, что демократии никакой в России не было. Это понятно. Разговор не об этом. Об этом. Потому что неумение отличить демократию от того, что в России было, есть следствие тотальной необразованности. Полное отсутствие ума только может позволить человеку подумать, что в России была демократия. В 90-е, не в 90-е, в какие угодно. Не было в России никогда демократии. В России был бардак. Теперь его сменило жесткое авторитарное правление, которое на самом деле тоже есть бардак. Просто с правилами. Но если просто есть история России, России, может быть, и не нужна демократия. Согласен. Потому что у каждой страны есть специфика. Согласен. России демократия не нужна, ибо народам она не востребована. Свобода здесь никому не нужна абсолютно. Здесь нужно, чтобы на мой огород шесть соток никто не лец. А я за это буду голосовать хоть за механическое пианино во главе с Михалковым. Ради Бога. И за это мы народ не осуждаем? Нет, ничего не осуждаем. Потому что это специфика данной страны. Данной здоровья. Я что говорю? Я говорю, что закон, который мы сегодня обсуждаем, имеет свои конечные цели делать так, чтобы в России не осталось практически образованных людей. Вопрос номер два, который для меня лично важен. А вот это образованные люди. То есть, насколько изменится качество тех, кто за это образование платит. То есть, если говорить о сегодняшнем образовании школы, ниже низшего придумать невозможно. Я очень люблю русскую систему образования, честно говоря. Хотя очень долгое время мне нравилась американская, но потом она мне разноравилась. Американская нравилась системой профилизации уже начиная с средних классов школы. Но, в принципе, русскую систему образования я тоже люблю. И та школа, которая в принципе была в России, при всем ее пофигизме, она давала все равно больше объем знаний, чем у многих европейских школ. Она была сильной. Ты при советской власти имеешь? Да, безусловно. Безусловно. А сегодняшними путями уже второе. У нас была система. Нет, ведь она была сильная. Так получилось, что просто в моем круге общения и знакомств из тех, кто еще не удрал, из тех, кто уже удрал за границу, очень много всего возможных преподавателей. Начинают от преподавателей школьных и заканчивают преподаватели всяких вузов, даже включая преподавателей историков по СС и так далее. То есть, кто-то из них ушел уже давно из преподавателя работы, кто-то удрал из России, но так иначе все равно не в теме. И общаясь с ними, я просто смотрю на ту тенденцию, что те педагоги, которые на самом деле что-то умеют, они уходят либо в какие-то платные учебные заведения, либо вообще уходят из школы. Чаще всего в школе остаются люди... Ну, нет, есть, конечно, буквально... Подвижные, 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 это исключение. Да, это исключение. И в основном это чаще всего люди уже в определенном возрасте. Ну, пусть молодые даже, но все, на подвижниках базироваться нельзя. Да, да, нельзя. Чаще всего, вот опять же вернусь к сериалу «Школа», там очень хорошо, можно не любить его как угодно, но там на самом деле очень хорошо по кальке показано, какие вот педагоги в школе есть. Это очень хорошо показано. Ну, замечательно. Да. Да. То есть, поэтому я и говорю, что вот те, кто будут платить эти прислоги 3-6 тысяч, они получат других педагогов? Или им точно так же педагоги? Вот смысл тогда вот этого мероприятия... Я тебе объясню. Это еще один налог. Да. Еще один налог. Да, потому что все получит деньги. Точка. Тогда бы я сказал по-другому. Получается, это призыв тех, кто все равно будем платить, найти на рубль больше и отдать уже ребенка в более нормальную школу, да? Да не... Ты понимаешь, в чем дело? Нормальная школа это нормальная. А конкуренция получается сейчас? Я тебе объясню. Я думаю, что те, кто готов, хочет или может отдать нормальную школу, отдаст не без этого закона. Ну, сейчас просто больше, так сказать, для этого каких-то толчковых моментов. Может быть, этот закон и толкнет кого-то, но это столь незначительное. Сейчас конкуренция велика. Вообще не платить, да, за образование? Или платить сколько? Нет, ну сейчас же будет невозможно. Ну, то есть... Ну, смотри. Ну, конечно, можно не платить. Вот сейчас... Довольство с двумя часами литературы. Нет, не понял. Вот до принятия закона можно было вообще не платить, либо платить, отдав школу. Ну, и после принятия закона можно не платить? Ну, да, можно... Ты берешь базовые минимумы. Это мы не возьмем тех родителей, которые совсем... Я думаю, что большинство все-таки родителей так или иначе будут искать деньги, вряд ли не захотят такого образования. Чем тебя знать? Вы самого главного не говорите, на мой взгляд. Чем будет нормальная школа в скором времени отличаться от ненормальной? Сказать вам? Скажи. В ненормальной будут бить открыто, тут же, прямо, в коридорах. То есть, как раньше... Курить наркотики в туалетах, да. А в нормальной это будут делать... То есть, расстояние будет столь сильным. А в нормальной это будут делать не в коридорах, не открыто. А может, это и нормально? А может, это и есть то самое деление на Гарли, Мэрли-Хиллз? Я же еще раз тебе говорю, что... Вот есть такое слово «плебс». Я, если скажу это слово, никого не обижу, да? Не ругайся сильно. Меня как плеб-то не обидится. Хорошо. Но плебс – это народ, да? Это очень матерно звучит просто. Да, хорошо. Так вот, народонаселение Российской Федерации в огромной массе своей, еще раз скажу, радостно приветствует все, что происходит. И оно и школу это также будет приветствовать тоже. Вот и все. Не нужны тут образованные люди. Я бы сказал, чуть-чуть иначе. Не то, что оно радостно приветствует, оно позволяет ему на эти вещи, как и на многие другие, в общем, как ты заметил, кроме шестисуток, наплевать. Ну и все. Это не касается, это не является предметом ежеминутных терзаний и раздумий. Это то, что можно коснуться раз в год, быть бочком и пойти дальше. Жить параллельно. Ну вот смотрите, что мы имеем. Мы имеем, значит, церковно-приходскую школу, которая у нас будет в 2012 году. Мы имеем во всех этих школах, включаем бесплатный пакет так называемый, дополнительных услуг в виде закона Божьего. И турецкие. И мы имеем уже сейчас некую тенденцию групповой терапии. Хороший пример был, как в Владивостоке, буквально селком, детишек отправляли смотреть последний фильм Никита Михалкова. Никого особенно даже не спрашивали, вы должны сдать деньги, поди смотришь. Все свои. Свои деньги. Я это представительство власти хорошо помню, как вы, хочешь не хочешь, мы должны сдать деньги на музей Ленина и пойти его смотреть. Вот, что-нибудь такое. То есть вот сейчас это хорошо напомнило, недавнешняя ситуация с Владивостоком и просмотром Михалкова. Я не знал. Это буквально, да, это было пару минут, пару минут назад. Прекрасно. Нет, как это символично. Великие фильмы о Великой войне. Да, 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 да. Снятый великий режиссер. Снятый великий режиссер. Кстати говоря, мне кажется, мне кажется, что это должно стать нашей темой. Вот теперь, когда мы помянули, знаешь, это так обсосано сейчас везде и всюду. Да, кто-то пересоставил Михалкова. Мне кажется, что мы можем сказать, что это оригинальное. Я? Нет. Нет. Не могу. Хорошо, это не является... Я, так сказать, не против. Просто это так уже за эти дни, Сашка. Это так обсосали. Кто только не плюнул вообще в Никиту Сергеевича. На мой взгляд, кстати, совершенно добрый. Самое интересное, даже он сам. Почему? Он сделал все, что хотел. Нет, даже он сам. Выступая недавно в прожекте Репискилтон, он хеврился сам плюнуть в себя. Да, например. Ну, в том числе, я говорю, что он сам спародировал этот слоган, да? То есть, великий фильм и великий российский, снятый великий режиссер. А-а-а. Это же он, блин, он не я. Да-да-да. Короче говоря, я не знаю, хотите, будем говорить об этом. Хорошо, ладно. Просто не знаю, что еще можно вытащить. Так вот, о законах и о здравоохранении. Я хочу просто, вот, я такой зануда. Ну, здравоохранение вообще отдельная тема. А то же самое. То же самое. По принципу, Саш, то же самое. Тоже базовый пакет, дальше плюс. Да. Базовый пакет постепенно будет сокращаться, дальше плюс будет постепенно увеличиваться. И в конечном итоге, через 10 лет, мы все с изумлением обнаружим, что мы учим детей за свои деньги и лечимся за свои деньги. С тем только дополнением, что учим мы детей плохо и лечимся мы плохо. Да, вот на самом деле, я тут же подчеркнул, что и на сегодняшний день, лично я лечусь только за свои деньги и плохо. Потому что хорошо я лечусь только у тех врачей, которые лично я хорошо знаю. А их все меньше и меньше. И все меньше и меньше, по разным причинам. Почему по-разному? По одной. Хорошие врачи уезжают отсюда. Да. Вот и все. Либо уезжают, либо уходят из медицины, что тоже. Да. Уходят там всякими дробалками заниматься. Вот. И значит, здорово вам так, да? Да, да, да. Оцени, это вот тонко. Это вообще в его манере. Да, да, да. Вот. А и полуулыбки. Сейчас люди будут думать, кто это пошел врачи. А, неважно, пусть думают. А он ведь скажет потом в одном из следующих. Никогда не скажет. Никогда не скажет. Пусть мучаются. Боже мой, Бархатов. Как ты мох. Мох я. Даже как ты лишайник вообще. Ну, хорошо. Вот. И то же самое с образованием, на самом деле. То есть, педагоги, как я уже сказал, уходят. Потому что я знаю многих, и они давно уже не педагоги. И, соответственно, мы опять же приходим к тому, что ничего не изменилось. Ничего. Кардинально ничего. В общем, я могу сказать одно. Что с моей точки зрения, государство в очередной раз повело себя крайне безнравственно. Потому что лишить человека образования, как и здравоохранение, это совершенно злодейский, безнравственный поступок. Я бы сказал тут по-другому. Это следующий шаг в, так сказать, бескровном изменении Конституции. Первый шаг изменения Конституции было, это изменение в период управления лорда премьера. А второе у нас это изменение бесплатности медицины и образования. Это и другое, это изменение в Конституции. И у нас как бы ее не изменили. Ну, там не оговорен объем бесплатных. В том-то и дело. Так что, может быть, они не станут менять саму Конституцию. А ее не надо менять, ее уже изменили. Ну, по сути, да. Потому что ведь... Ее изменили, потому что ей изменили. Да. Причем уже какое-то время назад. А знаете, за что я хотел бы выпить? Я хотел бы выпить за то, что мы побили исторический рекорд, по-моему. Кого мы побили? Исторический рекорд. А это кто? Поколотили. Мы. Поколотили. Смотрите. В Римской империи, которая, как известно, была апофигеем рабства. Ужас. Вот все, что можно было выжить из рабства, Римская империя выжила, да? Но мы превзошли ее. Мы заставили наших рабов платить за свое рабство. То есть нам нет совершенства. Нет, нам... Мы великий. Нам нет конца. Как там? Нам нет... В каком смысле? Подожди. Не в море. Ну как там? Нам нет преград. А нам их и не надо. Мы рождены, чтобы в каску сделать пылью. Вот. Поэтому, да еще, мы всех поверим. В том числе и самих себя. Я хочу отдельно пойти за Государственную Думу, которая принимает блестительные законы, равных которых в истории нет. С праздником. Кстати, вы зря думаете, что Государственная Дума не знает, какой хепит. На самом деле, для них все законы пишут он. Ну нет. А они их только принимают. Ну нет. Там слишком мало юмора. Они слишком серьезные. Нет, нет. Это не так. Ну ладно. Всего доброго. Всего доброго. И самое главное, уже буквально вот-вот будет 9 мая. А, да. Вот, да. Вот, да. 9 мая буквально вот-вот, через пару дней. Можно я скажу, что я делаю в этот день? Неужели? Да. Можно я скажу? Да, конечно. Я делаю только две вещи. Я поздравляю выживших и оплакиваю погибших. Вот все, что я могу сказать. Добавить нечего. Поэтому просто молча выпить чай. Будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!